Ярмарка вакансий проводилась для ребят от 14 до 18 лет. Накануне майских праздников и наступающих летних каникул ребята постарше пытаются найти себе постоянную работу, а подростки – временную подработку. Мы ищем работу, вот именно чтобы сейчас работать, потому что летом разъезжаемся, кто куда, там чтобы гибкий график был, чтобы школу там пропускать не нужно было, у кого еще там секции какие-нибудь и тому подобное. Ну вот сейчас нашли себе что-нибудь уже или нет? Ну да, нашли. Ну а конкретно что нашли? Ну, листовки будем раздавать. Впрочем, на ярмарке представили открытые вакансии около 20 работодателей, представляющие основные отрасли народного хозяйства города. Это промышленные предприятия, транспортные операторы связи, риэлторские агентства и даже банки. Всего для молодежи предложено около 700 вакансий. Рабочие профессии весьма востребованы. Молодежь идет, да, вот уже несколько человек пришли, как бы уже договорились на собеседование с ними, подойдут, побеседуем, хотели работать. Но у нас больше рабочих специальностей. Продавцы, пекаря, дозировщики. Ну, диапазон, в принципе, большой. То есть от 15 до 25 тысяч могут заработать. Ну, новые кадры требуются, но в основном получается то, что у нас это с бывшим образованием или со специальным образованием. У нас большинство мужские специальности, чем женские. Женские, которые требуются, в основном девочки еще не обучены, то есть им еще учиться и учиться. У нас в данный момент очень много вакансий открыто, более 20 штук. То есть у нас и шлифовщики, и лаборанты измерительных приборов, и кладовщики, и библиотекари. То есть у нас очень много. На ярмарке вакансий работали и специалисты регионального центра занятости. Они консультировали молодых соискателей по юридическим вопросам, а психологи давали практические советы о том, как правильно составить резюме и пройти собеседование. Что немаловажно, на таких мероприятиях действует система профориентации. Ребята могут заполнить анкету, пройти тест, и специалисты центра занятости подберут им наиболее пригодную для их характера и полученных навыков профессию. Однако в силу нехватки опыта, молодые работники вряд ли могут рассчитывать на высокую заработную плату. Будем говорить о том, что квалификация молодежи немного ниже, чем спецов, поэтому будет зарплата маленькая, а так, выполнение работы в пределах трудового законодательства, то есть это различные уборки территории. Вот сейчас, к 70-летию, мы организовываем вместе с работодателями работы по ремонту, восстановлению памятников, уборке территории. Также здесь на ярмарке вакансий представлены крупные промышленные организации, банки. То есть молодежь может себе найти работу в различных сферах. Заработная плата по профессиям, заявленным крупными работодателями города Рязань, составляет от 8 до 35 тысяч рублей. Разброс, конечно, весьма большой, но, скорее всего, молодым специалистам, особенно в современных кризисных экономических условиях, придется довольствоваться именно нижним уровнем сложившейся на рынке труда зарплаты. Впрочем, об эффективности проводимых ярмарок свидетельствуют цифры. Около трети обратившихся находят работу в первый же месяц. Продолжение следует...